На Лазурном берегу Франции дело близится к раздаче пальмовых ветвей. 25 мая завершается один из самых престижных кинофестивалей мира. Критики и жюри пока не выделили фаворитов, зато самыми скандальными лентами уже определились. Елена Мещерякова подробнее о картинах, которые могут заслужить не фестивальные призы, а судебные иски. Главный светский кинораут Европы к провокациям неравнодушен, несмотря на преклонный возраст. В 1953-м Бриджит Бардо могла гулять по круазет в бикини. В 2014-м можно и топлиц, причем по красной дорожке. Ипотажная блондинка с помадой на сосках и упаковочной лентой на талии с надписью «Хрупко» затмила своей выходкой другой неоднозначный поступок украинского репортера Сидюка во фраке, который пытался залезть под юбку американской актрисы Ферреры. Но в Каннах всегда находится что-нибудь погорячее, если только внимательно смотреть кино. Разгульный ветеран французского кинематографа Жерар Депардье сыграл развратного главу МВФ Доминика Сроскана. Сексуальные приключения высокопоставленного француза в Нью-Йорке в 2011-м году вдохновили создателей на откровенный документально-музыкальный коктейль, основанный на так и не доказанных в суде фактах. История о богатом маньяке и бедной горничной показалась прототипу настолько прозрачной, что он решил подать в суд. Режиссер смеется в лицо журналистам и самому Трускану. Вы же понимаете, что меня не засудят, я художник, и у меня свобода слова. Вы, чуваки, кормитесь за счет моей славы, пишете свои гребаные заголовки, копаетесь в моей душе. А мне пофиг, я имею право снимать все, что захочу. И мне плевать, кто и что про меня скажет. Я, в конце концов, американец. Я приехал из свободной страны. Пока с фильма «Добро пожаловать в Нью-Йорк» был закрытым, и программная дирекция ответственности за него не несет. Но вероятность иска нависла и над лентой «Открытие. Принцесса Монако». Слезоточивая картина о голливудской актрисе, которая предпочла любовь и брак, славе и карьере, членам королевской семьи Монако показалась оскорбительной выдумкой ради денег. Судиться ниже их королевского достоинства, но дети Грейс Келли впервые отказались приезжать в Канны. Исполнительница главной роли Николь Кидман расстроилась. Понятно, что такая реакция наследников Грейс всех нас расстроила. Мы не хотели никого обижать. Конечно, это кино-билетристика, а не биографический фильм. Но это не меняет сути. Мы не отклонились от линии судьбы принцессы. Просто порой, возможно, излишне драматизировали ситуацию. Но это случается в кино. Лишняя драматизация никогда не мешала фестивалям категории А. Секс, власть и спорное видео легко вписывались в репертуар кинофорума. Канны шли на шумные скандалы, но до судов не доходили. Даже признание Ларса фон Триера о нелюбви к евреям три года назад не испортило репутацию европейскому кинобамонду. Ведь некоторые любят погорячее. Елена Мещерякова, телекомпания Артевиай.